Всем привет дорогие друзья, с вами я Антон Чейз и признаюсь честно я даже вам сейчас в некоторой степени завидую Потому что в ближайшие минут 15-20 в вашей жизни вы увидите нечто невероятно эпичное Ну по крайней мере я надеюсь что это будет нечто эпичное И я надеюсь что вы досмотрите это видео до конца и никуда не свалите Со словами так 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 понятно это не летний дождик до свидания Так вот почему я вам завидую потому что для вас опять таки говорю это будет 15-20 минут А я буду долгие часы проматывать карьеру всю от юных лет до окончания футбольного пути Всю карьеру нашего сегодняшнего героя Лукаса Вот сейчас все те кому нет 18 пожалуйста закройте свои ушки потому что я планирую прочесть его фамилию Так вот Лукаса Пездарека нашего чешского героя Друзья в прошлом году я делал подобное видео про Афанасия Бычару возможно вы даже его помните Там тоже были максимальные скиллы и все было казалось неплохо Но я допустил там небольшую ну как небольшую очень большую оплошность Из-за которой даже с такими скиллами в тот раз Афанасий не смог даже выйти по-моему из третьего дивизиона И завершил бесславную карьеру непонятно где непонятно как Наверное у пивного ларька Что же ждет Лукаша мы узнаем сегодня Я так сказать выучил уроки Плошкара Три дня не записывал видосы друзья с дикцией проблемки не обращайте внимания Так вот я учел уроки прошлого и смотрите я максимально проапал ему репутацию Поставил максимальную амбициозность Другие скиллы не стал максить допустим нафигаемый большой темперамент Что он будет прям горяч Нам такое не нужно в футболе Нужно немножко хладнокровия Конфликтность тоже оставил десяточку В принципе чтобы он не был и непонятно какой-то размазней Ну и не был супер каким-то токсичным чуваком Стабильный грязную игру поставил поменьше Минимальная травматичность Ну в общем вы сами все видите Но само собой ключевое это репутация И уже сейчас в 15 лет его считают просто Какой-то супер звездой Но возможно для юниорского состава пражской спарты Ну что ж друзья как вы думаете чем же это все закончится Да вся карьера сколько золотых мячей он возьмет Выиграет ли он хоть что-то с ну не самой сильной сборной Чехии И в какие клубы он перейдет если вообще хоть куда-то перейдет Я подгрузил много европейских чумпов чтобы было интересно И чтобы я сука сидел и долго-долго это мотал В конце скажу сколько это заняло времени Приятного просмотра Надеюсь что вы лайки-то не пожалеете своим Ну и комментарии тоже И подписки да Ну и колокольчики само собой Приятного просмотра еще раз Друзья сейчас немножко информации Буквально 1-2 минутки В принципе вы конечно можете это промотать Но это не реклама Вообще на этом канале в ближайшее время Скорее всего никакой рекламы не будет вообще Потому что мало того что YouTube обрубил монетизацию Которая в принципе в последнее время Приносила ну неплохие деньги Там на покушать хватало Так еще и ушел главный спонсор Да ну я все понимаю такая ситуация сейчас у всех непростая Без обид Без обид кому-либо Но вот такая вот ситуация И вот что я думаю Многие блогеры за последнее время Либо перестали снимать видосы вообще За последние 3 месяца Понимаете о чем я Либо перестали снимать очень редко Там буквально пару видосов в месяц Чтобы просто про них не забыли Вот И я вот думаю Может тоже как бы Нафига снимать видосы бесплатно Вот реально Зачем это вот сидеть Что-то там монтировать Придумывать Хм Ладно конечно же Конечно же Я думаю что все поняли что я шучу Я вас ни в коем случае не бросаю Я продолжу Дарить так сказать вам свой контент И надежду что однажды Все таки выйдет карьера за летний дождик Как я уже говорил Намного страшнее для любого блогера Потерять аудиторию А не спонсоров Или там какую-то монетизацию И так далее Потому что Ну как бы Вы Важнее чем Заработок Да это говорю я Человек который Очень любит денежки Это говорю я Это реально Мои мысли Но тем не менее Если вдруг Ну вот я как бы не на что намекаю Но если вдруг Среди вас есть Те кто готов Ну немножечко так сказать Поддержать Мой скромный канал Я оставлю Информацию В закрепленном комментарии И в описании И опять таки Ни в коем случае Если у вас у вас Мягкие там финансовые проблемы Там скидывать мне Последний полтинник Не надо Чуваки Не надо Этого делать Я еще раз говорю Не надо Просто если вдруг Там Можете какой-нибудь вопрос Прицепить Чтоб вам было приятнее А я допустим В следующем видосе Там отвечу на него Или привет передам Допустим там Опа Там Соточка Антон Когда будет Летний дождик И еще раз повторю То есть Как бы на работу Канала Это никак не повлияет То есть Я по-прежнему Продолжу снимать Видосы То есть Даже если Никто Ничего там Не закинет Никаких обид Я Без проблем И кстати Я каждый день Стримлю Каждый день Вечером Заходите на стримы Там тоже Можете что-нибудь Написать Там Пообщаемся В конце концов В общем Давайте Не теряемся Пацаны Удачи А ну в смысле Продолжайте видео Дальше Смотрите там еще минут 20 Контента наверное Вот так вот Незаметно Пролетел год Нашему Лукашу Уже 16 Я не знаю Можно ли ему По местным законам Уже пить Местная Пенная Так сказать Чешская Качественная И Первый сезон Он провел Весьма ударно Это 37 голов 25 Голевых Ну Я думаю Что это скорее всего Голден бой И даже Нет смысла Наверное Смотреть Кто Выиграл Чемпионат Ну Давайте Одним Глазком Павел Вруба По-моему Он работал Все время В Анжи Не знаю Пересекался ли он С Сэмэлем И то Вряд ли Но возможно Пересекался с другим Великолепнейшим Нападающим Александром Прудниковым Возможно Так Что там Касательно Чемпионата Короче Чемпионы Да Че Но при этом Проигран финал Кубка В котором наш герой Забил гол Ну а в Забавно Что он Называется Как английский Кубок То есть Факап А что касается Еврокубков Здесь тоже Такой Обидный Отлет От Спортинга Но ничего Ничего У Лукаса Все впереди Как видим Что парень То свое дело Знает Хотя Знаете С такими Скилами Можно и побольше Забивать Что он Как бы Нападающий Пролетел Еще Год Еще 30 голов И сверху 25 голевых Ну Если в том Году Еще до Голденбоя Мы не доросли То что в этом году Грабеж Или так сказать Награда Нашла Своего героя Окей Зато Нами Ну Как говорят Про своих Маленьких Детишек Типа вот А мы Сегодня Покушали А мы Сегодня Покакали Так вот Нами Уже Интересуются Челси Ливерпуль Бавария И Мадридский Реал Не знаю По правилам Фифа Можно ли Несовершеннолетнему Футболисту Уже Сейчас Грядущим Летом Сейчас 19 июня 23 года Перейти Куда Либо Не знаю Возможно Нет Но в любом случае Уже зимой Мы 18 Я думаю Что через год Лукас Лукаш На чешский Манер Всплывет В каком Нибудь Топ-клубе И давайте Посмотрим Что там По чемпионату Ну само собой Я думаю Что это Очередное Чемпионство Конечно же Нас даже Больше Интересует Победа В кубке Так сказать Чтобы все Местные Трофеи Были Взяты И да 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 Этот Так сказать Небольшой Пробел В карьере Закрыт Но в Еврокубках Пока что Не тянет Спарта Даже с таким Великолепным Футболистом Как Лукас Друзья Прошел еще год Нашему Лукашу Стало 18 И я уверен Что он любит Не только Футбол Да Судя по его Скиллам Но и Пивас Потому что Из одной Так сказать Пивной Страны Он переезжает В другую Да То есть он не поехал В Испанию Испания не славится Своим пивом С чем славится Испания Это эти От быков Убегать Кому это нужно Этот суп Какой-то Паэлья Какая-то Непонятная А вот Бавария Сосиски Пивас Короче Полный Расколбас И Также он устроил Полный Расколбас По всем Фронтам 41 гол 25 голевых И если это не Голден бой Тогда что Ну я думаю Что опять-таки По трофеям Здесь Возможно даже Требл Кстати возможно даже Требл В 18 лет В сборной Кстати он так Нормально наваливает Но это мы Чуть попозже Посмотрим Так вот Что по Трофеям В этом сезоне Само собой Это чемпионство Очевидно Это 5-0 В финале Лиги Чемпионов Причем Счет 3-0 Был уже К 8-й Минуте И здесь У Ливерпуля Так сказать Не хватило Уже Характера Повторить Стамбульский Так сказать Сценарий Потому что Это Это Ни в какие Ворота Не лезет Ну только в Ливерпульский Разве что Да Алисон Мне кажется После такого Во-первых Улыбка у него Пропадет явно На ближайшие года Во-вторых Уже Мне кажется Пару-тройку Седых волос Точно выскочит Но друзья Опять неудача В кубке Опять Неудача В кубке Но хорошо Как говорится Не везет мне Что-то там Повезет в любви Голден бой Это мы хоть забрали Хотя в принципе Можно и на Голден бол Да Но пока Жив месси О чем идет речь Да Золотой мальчик Нашего футбола Хотя бы я назвал его Пенный мальчик Нашего футбола Что касается Сборной Чехии Здесь пока что Никаких больших Турниров Не Нет Рубится С Люксембургами Андоррами Гибралтарами Так сказать В отборах К евро И это мало кому Я думаю Что у нас интересно Друзья Я решил промотать Сразу два года И С одной стороны Конечно То что каждый год Лукас Выдает Под 50 60 Голевых действий Это конечно Неплохо Но с другой стороны Это Бавария Бавария В Бундеслиге И я Проводил эксперимент Где в Баварию На место Левандовского Ставил Хазыра Апаева И даже Он там Забил 15-20 Голов Даже Хазыра Апаев А это Как бы Лукас На секундочку Пездарок И Окей Ну я думаю Что это опять Скорее всего Требл За треблом Давайте Посмотрим Что я Заметил Из интересного Во первых То что Бавария Три года Подряд Не проигрывает В чемпионате Забивая В два раза Больше голов Чем вторая Команда То есть 100 плюс Эффект Пездарека Да Прям знаете Как будто Такой Термин Из физики Эффект Пездарека Когда засунул Гвоздь В розетку Ладно Не делать Нельзя так делать Это плохо Друзья Ни в коем случае Как сказать Мы это осуждаем Так вот Ну Опять таки Даже если бы На месте Лукаса Был бы Сычев В его нынешней форме Думаю что были бы Легчайшие чемпионства Намного интереснее Что там В Лиге чемпионов На удивление Прошлый финал Был слит Манчестер Сити И у меня есть Подозрение Что рано или поздно Лукас Окажется В Манчестер Сити Либо в ПСЖ Либо в Мадридском Реале Но скорее всего Там Я прям чувствую Запах денег Он сильнее Чем запах пива Потому что На деньги Можно купить пиво А на пиво Ты не купишь деньги Ну типа Представляете Пришли вы в банк И говорите Вот у меня есть Кружка Жигулевского Дайте пожалуйста 100 рублей Я думаю Что вас скорее всего Прогонят Хотя попытайтесь Кто знает Еще из интересного Друзья Вы просто посмотрите На состав На нападение Баварии Это Мбаппе И Наш герой Конечно Мбаппе Меркнет Так сказать Просто Побледнел От зависти Глядя на скиллы Лукаса Но Тем не менее Как говорится Пожелаем здоровья Тем Кто играет Против Баварии Прошло еще Два года Друзья мои На календаре Что 2028 год И Как будто бы Боссы Баварии Не знаю Решили напасть На вселенную Потому что По другому Я не могу Это объяснить Троица Мбаппе Холланд И Лукас Вы просто Представьте Это Вы просто Представьте Как это Выглядит В 3D А там еще И Ансу Фати Да И Харви Эллиот И Муси Алла Так сказать Все эти парни На подсосе Миллион голевых Я думаю Что опять-таки Вопросов По тому Кто чемпион Здесь даже И быть Не может Поражение Серьезно Впервые За сколько лет Блин В этом вообще Просто идеальный Сезон Просто Даже Венгер Сарснан Так не умел делать Ну само собой ЛЧ уже Как само собой Разумеющийся Кстати Я совсем забыл Про золотые мечи Но я думаю Что здесь Вопросов быть Не должно Конечно же Уже догоняем Криштиану Роналду К 22 годам И я думаю Что многим интересно Как там дела В сборной И там Тем более По-моему Прошел Евро Прошло Или чемпионат мира Давайте Да Чемпионат мира Третье место Ну Бронзовые медали В принципе Неплохо Сам Лукас Три забил Еще два Еще один Еще четыре Короче Короче Очень много голов Он забил На этом чемпионате мира Давайте посчитаем Три Пять Девять Десять Десять Двенадцать Блин Пока Клоза не обогнали Но Еще все Впереди И вы знаете Че я подумал Мне кажется Если я сейчас Не вмешаюсь Все так и закончится Он будет играть В Баварии До конца веков Забивая там По тридцать Сорок голов За сезон Выигрывая там Все подряд Трофеи Это слишком Скучно Поэтому я Так сказать Как режиссер Всего этого Действа Просто обязан Вмешаться И что же Я сейчас Сделаю Дорогие друзья Я пожалуй Чутка Поменяю его Характеристики Например Я поставлю Минимальную Лояльность Да Чтобы он Не сильно Держался За эту Баварию Я поставлю Ему Минимальный Профессионализм Ну Представим Что парень К двадцати Двум Годам Выграв Все Став Настоящей Суперзвездой Поймал Так сказать Эту самую Звезду И Давайте Поставим Максимальные Конфликты Да 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 Во Отлично Вот Сейчас Мы посмотрим Что из этого Получится Давайте Мотнем Еще Год Даже Не знаю Что сказать Прошел Год И Как говорится Год Прошел Число Сменилось Ничего Не изменилось Несмотря На то Что я Сделал Лукаса Настоящей Вонючкой Футбольной Будем Откровенны Да Ужасный Характер Конфликт И так далее Он по-прежнему В Баварии И по-прежнему Хорош И по-прежнему Он чемпион Всего И вся И я думаю Что шестой Золотой Мяч Так сказать В его ногах Да Окей У него истекает Контракт Через два года Плюс уже Манчестер Сити О котором я говорил Так сказать Начинают его пасти Давайте эти два года И промотаем Вау Вау Друзья Поворот событий Англия Встречай Нашу суперзвезду Лукаса Песдарека Ждем Через сколько лет Ему уже построят Памятник Около стадиона Короче Манчестер Сити Короче За 159 миллионов долларов На самом деле По меркам ФМ Это не прям Какие-то невероятные деньги В одном сейве Например Тот же Манчестер Сити Подписал Луку Йовича За 300 миллионов Да Да Вот такие дела Не знаю почему Когда за те же 300 миллионов долларов Можно было бы подписать 300 миллионов Хызыров Апаевов Ну короче Я так понимаю Что перешел он зимой 29-30 года Сразу же начал забивать Вот 17 матчей За полгода 20 голов Забил 10 голевых В этом уже так сказать Полноценном сезоне Еще более солидная статистика 30 плюс 20 Это получается Под руководством Гвардиола Это Пеп Так научил его Нет Это Юра Клоп Я уже устал смотреть Эти победы в Алче Я думаю Он проиграл Он не выиграл Причем слил Своим бывшим Хо-хо-хо Да Но с другой стороны Зарплата стала побольше В этот день я В юность возьму Билет Мне сегодня 30 лет Да друзья Я одним махом Ну для вас-то Одним махом Какая-то секунда А для меня Долгие часы Я уже По-моему Седьмой час Это все Туда-сюда мотаю Короче Лукасу 30 лет И он отпраздновал Это 45 голами В сезоне 20 Трумья Тримья Тримья Горевыми Неплохо Неплохо Я думаю Что это очередные Изичные Чемпионства Давайте Так сказать Не будем это тянуть Оттягивать Так сказать Неизбежно Вау Даже два раза Слили Арсеналу Это как возможно Неужто Компании С его Какими-то Непонятными Чуваками Настолько хорош Кто это Ну Найджел Хассель Ну Я не знаю Там Может быть Велче На таком случае Может быть Так сказать Чем Сливался Да что Что такое Пять Бавария Ох Что же там За состав Вот И футболист Ну Прямо Скиллы Не Так сказать Не Золотомечистые Я бы сказал Так Вот Сколько уже Лукаса Золотых мечей Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Боже мой Девять Десять Одиннадцать Одиннадцать Золотых мечей К тридцати Годам В принципе Неплохо Что касается Сборной Какие здесь Успехи Здесь успехи Здесь какие-то Совсем неуспешные Успехи Вышли Получается На чемпионате Мира В одну Это какая Одна восьмая По моему По новым правилам Ну Это совсем Какой-то Позор И И что это А Нет Друзья мои Друзья мои Лукас Так Он вообще В сборную Он вообще Играл-то на этом турнире А да Забивал Что-то В финале Что-то Я не вижу Голов Ни с пенальти Ни с игры Но тем не менее Друзья И со сборной Лукас забирает Трофей Так сказать Закрыл почти Все что нужно Настоящему профи Остается только Перейти В какой-нибудь Курский авангард И Взять ФНЛ Хотя это не так Просто На самом На самом деле Да-да-да Как я проводил Эксперименты Да Роналду В Липецкой Металлурге Ничего не показал Да и Месси В Липецкой Металлурге Тоже Так сказать Не показал Себя Чемпионом Так вот Лукас Не факт Что и он Взял бы Так сразу ФНЛ Так вот Тем не менее ФНЛ Он в Барселону Золотых мечей В конце Почитаем Ему Во-первых Два Чемпионства И две Победы В Лиге Чемпионов Ну а золотых мечей У Лукаса Столько Что уже нужно Мне кажется Покупать Новую квартиру Отдельно Для хранения Золотых мечей Друзья мои Это не слезы Нет Это просто Просто Пездарок В глаз попал Завершает Карьеру Да Через 19 дней Карьера Лукаша Завершится В 38 лет Конечно Он мог бы еще Поиграть Еще и еще Но зачем Он уже выиграл Все Он взял Все Что можно В этом мире Он Он стал Легендой Двух Трех Ч-ч-ч-ч Трех Двух Трех Стран Чехия Германия Англия Он выиграл Все Я так понимаю Это еще Парочка Чемпионств В Англии Да Да Друзья мои Это оно Ну и конечно же Конечно же Он красиво Завершает Это Голом На первой Жи минуте Вот знаете Я бы сказал, что Лукас настоящий скорострел В начале своей карьеры он первую ЛЧ взял Забив тоже там на второй, по-моему, минуте И уже к восьмой счет был 3-0 Здесь тоже ко второй минуте все было понятно Настоящие легенды, друзья Просто давайте вот просто поаплодируем Ох, ну, друзья, это была славная карьера Кстати, на Бусти я выложу продолжение карьеры Песдарека Но уже в образе тренера Ладно, шучу, шучу Я, в принципе, задумывался о Бусти Сейчас это довольно популярная тема Но я пока не знаю, какой же уникальный контент туда выкладывать Потому что почти весь контент я и так вам выкладываю бесплатно В паблике, на втором канале, на этом канале основном, на Твиче Все есть, пожалуйста, как бы Так вот Хотя, стоп, может быть, мне записывать карьеру за летний дождик на Бусти? А че? Это реальный бизнес-план Ладно, короче Вот сейчас, друзья, так сказать, задачка для самых кропотливых Для самых дотошных из вас В принципе, если вы это видео досмотрели до этого момента Вы, скорее всего, именно такой Давайте посчитаем количество матчей, голов и голевых В карьере Бездарка То есть, эти цифры, это фуфло Это только чемпионат Кстати, прикольно, что он три года подряд ни одного матча не пропустил Ну, я наградил Лукаса богатырским здоровьем Так вот, вот настоящие цифры То есть, да, вот не 24, а 37 плюс 25 Короче, сейчас я все это буду дело проматывать А вы посчитайте, и кто в комментариях получит Напишет цифру правильную Хотя, как я узнаю, что она правильная Потому что я не собираюсь это проверять Короче, кто напишет цифру, похожую на правду Ну, тому реально респект и награда Человека, которому нехрен делать Ну, считаем, друзья Первый сезон 37-25 42-28 41-25 48 40-22 О, боже мой, боже мой Короче, в среднем он выбивает за сезон Около 60 голевых действий Он провел 20 Получается, 3 сезона Профессиональных или типа того А вы там считайте, считайте Пока я это все рассказываю Не просто мне цифры называть, правильно? Просто ж цифры Больше 1000 голевых действий Явно Учитывая, что еще там 180 голов за сборную Как бы Да Угу 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 Жесть Если что, вот здесь вот как бы, да Как бы эти голы за сборную Они не считаются сюда Они отдельные Короче, если у вас есть математики Так сказать Лобановские нашего времени Эйнштейна и прочее Друзья, посчитайте Потому что мне Интересно Интересно, но лениво Считать самому Тебе, зачем это делать мне Если есть вы Какие прекрасные ребята Ну а если вы досмотрели До этого момента Вы максимальные молодцы 12 долгих часов Я это все мотал За это время Лукас стал мне Как родной Признаюсь честно Надеюсь вам тоже Но Время Время Не щадить никого Даже футболистов С максимальными Скиллами И репутацией Спи спокойно Маленький принц Пока Продолжение следует... Продолжение следует...